приветствую друзья сегодня мы с вами готовы начать следующий раздел нашего курса это уже третий раздел мы так с вами прилично продвинулись и назовем наш раздел электромагнетизм в чем будет наша основная идея при изучении данного раздела мы с вами попробуем начать строить теорию электромагнитных явлений точно тем же путем как если бы мы строили классическую механику но только понимая что у нас уже гравитационное взаимодействие заменяется на электромагнитное взаимодействие ну и начнем мы естественно с первого параграфа который мы назовем электростатик почему статика потому что мы будем считать в данном разделе наши электрические заряды как бы прибитыми неподвижными статичными ну и соответственно исходя из этого мы начнем наше изучение в дальнейшем мы приведем наши электрические заряды в движение и посмотрим какие новые эффекты это нам даст итак попробуем пойти тем путем которым мы хотели и будем параллельно рассматривать какие-то механические эффекты и какие-то соответственно рядом электрические эффекты будем смотреть в чем разница первое переносчик заряда ну скажем так переносчик взаимодействия точнее так скажем в механике переносчиков взаимодействия всегда выступает масса которая у нас всегда больше нуля и это приводит к тому что если мы запишем гравитационную силу у нас две массы всегда притягиваются ну то есть масса 1 масса 2 вектор там от одной другой и сила гравитационная у нас будет направлена как-то так то есть мы всегда будем с вами сталкиваться с такой вот картиной всемирный закон ньютоновского ньютоновского притяжения все супер все здорово все классно и так что у нас происходит в электромагнетизме переносчиком взаимодействия является физическая величина которая называется заряд электрический заряд электрический заряд у нас может быть любого знака то есть как положительный так и отрицательный тогда электрическое взаимодействие согласно закону кулона будет строиться следующим образом некоторый коэффициент умножить на произведение зарядов r в кубе r как вы видите по структуре мы получаем весьма и весьма похожую форму уточнение мы получаем ее когда-то давно получил кулон и тут мы сталкиваемся следующей вещью так как здесь масса у нас всегда положительная то нам нужно было в явном виде прописывать знак минус чтобы показать что у нас будет происходить притяжение что у нас происходит в записи для закона кулона у нас с вами также есть два заряда но у нас уже может происходить целых три ситуации но я как-то схематично нарисую так вектор r у нас пускай всегда идет от большого заряда к маленькому и что у нас может получиться ситуация номер один оба заряда положительные положительный отрицательный ну соответственно отрицательный отрицательный если у нас заряды одноименные то у нас произойдет отталкивание заряда и только если заряды у нас разноименные у нас произойдет притяжение так вот у нас оказывается что вот в этом произведении ку на ку уже автоматически будет заложен вот этот знак одноименные значит знак плюс разноименные автоматически выныривающий знак минус поэтому вот эта формула она прекрасна сама по себе и добавлять что-то лишнее в нее было бы уже своего рода кощунство как мы понимаем у нас там и там еще появляется некоторая константа взаимодействия здесь это константа г константа всемирного тяготения а здесь некоторая константа к и тут мы с вами попадаем в небольшой казус если мы с вами мыслим себя больше инженерами чем физиками то мы как правило работаем в системе си а в системе си константа к равна единица деленное на 4 пи и обсе ли нулевое где и обсе ли нулевое это там как иногда говорят абсолютная диэлектрическая проницаемость вот но если мы себя мыслим физиками оказывается довольно удобно можно сделать положив эту константу к просто единицей что укоротит формулы где-то упростит вычисления и так далее и тому подобное значит это у нас система си систем интернешнл а это у нас соответственно система сгс что переводится как сантиметр грамм секунда но либо как иногда еще говорят гауссова система измерений большинство учебников университетских для физиков написано вот в этой системе она оказывается более естественно и более удачный но так как большинство школьных учебников написано вот в такой системе а предполагается что наш курс рассчитан для продвинутых школьников то я буду оставаться в парадигме системы си ну и соответственно в дальнейшем все формулы которые мы будем писать выводить использовать и так далее я буду записывать системе си ну скажу откровенно иной раз я мыслю в системе из без потому что меня так учили с университета и я привык и есть вероятность того что в какой-нибудь формуле я могу допустить очепятку скажем так связанную со своими привычками но я буду надеяться что подобная неприятность в нашем курсе нас не достигнет итак продолжим поиск наших аналогий у нас есть закон сохранения массы идея в очень просто если у меня есть суммарная масса системы из нее там не уходят частички просто как-то слипаются дробятся и так далее то у меня в любой момент времени будет выполняться вот такое соотношение очень просто ну собственно ровно точно такой же закон будет работать и в электростатике закон сохранение заряда то есть суммарный заряд система будет равен сумме заряда в каждой части системы ну и тут можно побаловаться например таким рассуждением представим что у меня есть ну что долго думать три фломастера белый синий красный предположим у красного заряд плюс 2 кулона у синего 0 у белого минус 2 значит в сумме заряд как мы понимаем системы 0 если я сразу приложу все три фломастера друг дружки то суммарный заряд будет 0 потом я их разделил на каждом фломастере у меня окажется заряд 0 но если я приложил сначала эти два за друг другу разделил то у меня будет здесь плюс один здесь плюс один потом приложил синий к белому разделил разделил плюс один до минус два в сумме минус один минус один пополам минус 0 5 минус 0 5 ну и соответственно потом приложил белый красному один минус 0 5 плюс 0 5 то есть 0 25 у меня получится 0 25 0 25 со знаком плюс и здесь у меня будет минус 0 5 как вы видите в сумме закон сохранения заряда по-прежнему выполняется но из-за того что я измерил там очередность прикосновений у меня на моих фломастерах получатся разные заряды то есть вот этот момент забывать тоже не стоит ну что ж если мы записали такой красивый закон как закон всемирного тяготения то следующий шаг который хочется сделать это записать ускорение свободного падения ускорение свободного падения как мы помним что вектор ж это есть минус ж большое м большое р в кубе р ну иными словами это есть это есть гравитационная деленное на некоторую пробную массу то есть ускорение свободного падения фактически есть та сила которую будет испытывать тело массой в одну единицу ну то есть в один килограмм а что мешает нам сделать подобную величину для электрического заряда ничего так электричество беленькая значит эта величина будет называться напряженность электрического поля идея как она строится тоже довольно проста напряженность это будет к к ку большое в кубе ну как вы видите логика построения этой величины ровно такая же я беру электрическое поле и делю его на единичный пробный заряд ну то есть здесь заряд выступает также в виде переносчиков взаимодействия поэтому я могу получить интересную физическую величину значит в чем отличие ежели я рассматриваю там скажем какую нибудь планету то у меня ускорение свободного падения всегда будет направлено к ее центру но если я беру заряды то ситуации возможно две заряд у меня положительный и тогда из него вылетает все что все эти силовые линии либо заряд у меня отрицательный и тогда они наоборот влетают в него ну где под вот этими белыми линиями я имею ввиду ничто иное конечно как напряженность точечного заряда то есть то что мы называем напряженностью электрического поля или реже мы будем говорить просто электрическое поле это есть некоторая векторная силовая характеристика нашего поля самого по себе то есть насколько она готова с чем-нибудь взаимодействовать а более того мы с вами в механике помнили такую важнейшую вещь что у нас для потенциальных сил существовала величина которую мы называли потенциальной энергией то есть это была некоторая скалярная величина которая была связана с потенциальной силой через оператор минус градиент ну более того мы с вами помнили что у нас ну мы с вами помним точнее что у нас мы с вами помним что у нас для гравитации у гравитационное у гравитационное было равно г м м на р так проверяем с точностью до знака минус берем градиент этой штуки у нас получается так буква р снизу значит будет р в квадрате добавится р на р и автоматически есть знак минус да еще один знак минус тогда здесь получится знак плюс а здесь должен получиться знак минус значит здесь будет минус ж м м деленное на р ну тогда для потенциальной энергии соответственно электрического поля что у нас с вами получится у электрическая равна в принципе той же самой конструкции к q q q разделить на r ну и так же как мы смогли с вами ввести удельную силовую характеристику то есть ускорение свободного падения либо напряженность электрического поля разделив силу на единицу заряда также мы помимо потенциальной энергии можем ввести с вами понятие потенциала то есть у нас потенциал гравитационного поля будет равен минус г м разделить на r почему потому что фактически это есть не что иное как у гравитационная деленное на массу пробного носителя ну и то же самое у нас получается для электрического потенциала значит к q на r и по своей структуре это есть совсем не что иное как у электрическая разделить на пробный заряд попробуем с вами вспомнить у нас в механике было такое замечательное утверждение как теорема об элементарной работе теорема об элементарной работе значит где утверждалось что элементарная работа это есть минус изменения потенциальной энергии ну то есть когда мы с вами находились то есть это у нас минус д м фи если у нас не меняется масса минус м д фи соответственно если мы с вами переходим к такой же идее в электричестве то у нас минус дифференциал q на фи то есть минус q на д фи ну так на всякий случай скажу что когда я пишу вот эти q маленькие и q большие я заряды пока что считаю точечными то есть я не смотрю системы в которых заряд как-то распределен так как заряд точечный то я могу делать все вот эти преобразования которые делаю ну вы можете например вспомнить что когда вводится понятие тока то там иногда вводят такую величину как напряжение к сожалению в наших обозначениях она совпадает с потенциальной энергией вот и под напряжением понимают как раз таки отношение работы к переносу элементарного заряда вот в электричестве часто вводят такую штуку я специально выделил красным что в дальнейшем мы введем букву у но пока что пока мы находимся с вами в первом параграфе посвященном электростатике мы величину напряжения пока не трогаем и для нас у это всегда будет потенциальная энергия опять же важная вещь если у меня справедлива формула что f есть минус градиент потенциальной энергии то очевидно если я разделю это скажем на заряд то у меня будет следовать формула что е равно минус градиент потенциала и что мы тогда с вами получаем значит как мы помним оператор градиент это есть не что иное как д под и x умножить на и плюс д под и y умножить на ж плюс д под и z умножить на к а значит если я например ввиду какой то новый потенциал фи большое который я определю как фи плюс некоторая функция только от времени то у меня градиент фи большого окажется равен градиенту фи маленького и то есть введение дополнительного слагаемого никоим образом не изменит мою физику принципы когда мы можем сделать такую вещь называются очень просто калибровка в чем идея калибровки самый простой пример который позволяет понять этот принцип это потенциальная энергия силы тяжести ну то есть у нас падает скажем фломастер из моей руки на стол значит я с одной стороны могу сказать что у меня например нулевая потенциальная энергия на поверхности стола могу сказать что нулевая поверхностная энергия у меня на поверхности пола ну вот я сейчас нахожусь не на первом этаже поэтому я могу сказать что у меня нулевая потенциальная энергия на поверхности земли Но на самом деле мне не важно, от какого уровня отсчитывать мою потенциальную энергию, поскольку меня интересует в первую очередь разница потенциальной энергии. Поэтому я могу сделать соответствующую калибровку. То же самое и с электрическим полем. То есть меня больше волнуют, грубо говоря, сами заряды и расстояние между ними, и изменение расстояний между ними, чем еще какая-то дополнительная функция, меняющаяся от времени. Поэтому иной раз в некоторых задачах мы можем заряд отсчитывать, скажем, потенциал там чего-нибудь мы можем отсчитывать от бесконечности, либо наоборот от какой-то поверхности и так далее и тому подобное. И вот эти калибровки, они у нас никоим образом не изменят той физике, которой мы будем придерживаться. Также с понятиями потенциала и напряженности свяжен важнейший тоже электрический принцип, который называется принцип суперпозиции полей. Принцип суперпозиции. Ну, слово, конечно, умненькая такое, суперпозиция. А трактовка у него достаточно простая и приятная. Это принцип наложения полей, ну, либо там принцип сложения полей. То есть, если я хочу посчитать электрическое поле в какой-то точке пространства, то я делаю очень просто. Я беру каждый заряд, который у меня есть в системе, от этого каждого заряда, я считаю, вклад, который она дает в напряженность суммарную, и ее суммирую. Но, опять же, так как у меня есть понимание того, что работает вот эта вещь в белой рамочке, и у меня работает вот эта вещь в желтой рамочке, то напрямую я могу записать, что то же самое справедливо и для потенциалов. Потенциал в точке А будет равен потенциалу в точке А от каждого заряда, который есть в моей системе. Вот эти два совокупных утверждения, одно из которых автоматически вызывает другое, называется принцип суперпозиции полей. Ну, я думаю, что имеет смысл рассмотреть простенький примерчик, чтобы понять, как это работает. Например, у меня будет такой. У меня есть квадрат со стороной А, по вершинам которого я носую заряд. Ну, я недолго думаю, плюску, минуску, плюску, минуску. Я возьму точку А вот в этом правом нижнем углу. Ну, и мне будет хотеться посчитать Е в точке А и Фи в точке А. Ну, давайте начнем расчет, например, с потенциала. Итак, вот эта штука сюда дает какой вклад? К на Ку. Так, в качестве расстояния выступает А. К, Ку, А. Вот эта штука сюда дает точно такой же вклад. Вот эта история, так как здесь у меня уже диагональ, она у меня будет давать Ку на корень из двух А. То есть у нас получается Ку, деленное на А, 2 минус единица на корень из двух. Что-то в таком духе. Так, ну, как-то, наверное, посимпатичнее это сделать. То есть 2 минус корень из двух пополам. Если мы домножим на корень из двух, то есть 4 минус корень из двух пополам. Ну, то есть у нас получается Ку на 2А, 4 минус корень из двух. Ну, какое-то вот подобное выражение у нас с вами получится. Теперь попробуем найти напряженность. Итак, смотрим. Значит, вот этот заряд никакого вклада нам не дает. Его нету. Помещаем сюда пробный заряд. Обратите внимание, плюсовой. Тогда, значит, у нас вот эта штука будет сюда выталкивать. Эта штука будет выталкивать сюда. А эта штука, в свою очередь, будет приближать сюда. То есть нам нужно будет найти сумму трех вот этих векторов. Замечательно. Значит, для начала найдем длину каждого Е+. Ну, длина Е плюс 1 будет равна Е плюс 2. Каждая из них будет равна Ку, деленная на А в квадрате. Значит, значит, если я теперь беру равнодействующую этих штук. То ее длина будет ровно в корень из двух раз больше. То есть Е плюс совокупное у меня будет равна корень из двух. Ка Ку, деленная на А квадрат. Ну, а в свою очередь Е отрицательное у меня будет равно Ка Ку. Так, здесь, значит, у меня должен быть корень из двух А длина. Значит, 2А квадрат. Ну, и, естественно, тогда, что суммарная длина Е, так как вот эти две штуки, они по одной прямой расположены. Значит, суммарная длина Е у нас будет разность вот этих двух величин. Значит, Ка Ку А квадрат корень из двух минус одна вторая. Ну, собственно, чтобы это как-то симпатичней. Ка Ку 2А квадрат, два корня из двух минус один. То есть что-то вот в таком духе мы с вами получим. Вот пример, который показывает нам, как работает принцип суперпозиции полей. И что нам с вами делать, если у нас задача вдруг не один, заряд, а целых несколько. Обсудим одно очень интересное утверждение. С его помощью можно много чего посчитать. Называется теорема Гаусса. Но так как Гаусс был красавчик, то у него теорем довольно много, поэтому давайте мы уточним, что теорема Гаусса в электростатике. Прежде чем формулировать саму теорему, давайте мы введем понятие поток какого-то вектора. В нашем случае это будет вектор напряженности. Но вообще говоря, это может быть любой другой вектор в том числе. Так вот, под потоком вектора обозначается буквой Фи большое. Можно поставить рядом букву Е, что поток вектора электрической напряженности по определению это есть поверхностный интеграл вектора Е умноженного скалярно на вектор ДС. Взятая сквозь какую-то поверхность С. Итак, выглядит сложно, выглядит математично. Но давайте попробуем разобраться. Значит, во-первых, какие требования на поверхность С мы наложим? Что это есть? Какая-то замкнутая, не самопересекающаяся поверхность. Ну, то есть вот что-то подобное. Это поверхность С. На поверхности С я выделю маленький кусочек площади и площадь вот этой штуки будет равна ДС. если из этой ДС я направлю единичный вектор нормали Н. Ну, то есть, вот скажем, мой кулак это поверхность, вот из него торчит вектор нормали под прямым углом к поверхности моего кулака. то под вот этим вектором ДС я буду понимать произведение вот этой элементарной площади на привязанный к ней вектор нормали. Ну, то есть, если мы пойдем дальше разбираться с нашим определением, то у нас будет получаться вектор Е умноженный на вот этот вектор нормали и умножить на ДС. Как мы с вами помним, скалярное произведение Е на направление Н есть не что иное, как проекция вектора Е на направление Н и умножить на ДС. И все это по поверхности С. В качестве примера я нарисовал некоторую довольно сложную поверхность. В реальных задачах мы будем всегда пользоваться какими-то простыми поверхностями. То есть, это может быть сфера, может быть какой-нибудь цилиндр, иногда даже какой-нибудь квадратик может нас устроить, ну, то есть, параллелепипед. Вот. Давайте посмотрим, значит, что такое вообще теорема Гаусса. Теорема Гаусса, она гласит следующее, что поток вектора Е сквозь некоторую замкнутую поверхность С окажется равен единице деленное на ёпсилен нулевое и умножить на сумму всех зарядов, которые наша замкнутая поверхность замела. То есть, вот то, что я написал, называется теоремой Гаусс. Ну, и действительно, где у нас какие-то заряды попали в нашу поверхность. Доказывать эту теорему строго мы не будем, поскольку для её доказательства нам понадобится знание некоторых разделов высшей математики, которые изучаются только в университете. Но, по крайней мере, чтобы хотя бы немного прочувствовать её, давайте рассмотрим два замечательных примера. Первый пример это точечный заряд. Ну, то есть, пример один чечный заряд. Итак, посчитаем поток вектора Е через некоторую поверхность. давайте я в качестве поверхности выберу сферу окружающую наш заряд. поле, там, плюс, Q, неважно. Мы знаем, что поле, то есть, напряжённость электрического поля, от него разлетается во все стороны в направлении радиуса. Радиус всегда будет перпендикулярен поверхности сферы. Значит, мы с вами можем сказать, что когда мы будем считать вот этот наш интеграл, то фактически он сводится к расчёту интеграла ЕН от Р ДС. А что это имеется в виду? Это имеется в виду ЕН Р умножить на площадь сферы. площадь сферы, как известно, 4π r квадрат. Супер! А ведь с другой стороны, согласно теореме Гаусса, у нас с вами что получается? Единица на ёпселе на нулевое и на сумму всех зарядов. то есть на Q. Сравним левую и правую части. Легко увидеть, что у нас Е по модулю будет равна Q делённое на 4π Е0 R квадрат. Ну и действительно, если я эту штуку запишу в виде вектора, то у меня получится К Q на R в кубе умножить на R. известное нам выражение для напряжённости точечного заряда. Можно ещё уговориться сразу, что пока мы рассматриваем только вакуум, но мы могли бы рассматривать не только вакуум, но и какие-то среды, типа воздух, дерево, стекло, металл, там, не важно. Тогда бы у нас в нашей формуле ещё появилась бы буковка Эпсилон относительная диэлектрическая проницаемость. И вот уже, например, формула, выглядящая вот так, это есть формула для напряжённости точечного заряда, но уже в некоторой среде. Второй любопытный пример, которым хотелось бы сопроводить теорему Гаусса, это заряженная поверхность. Заряженная плоскость. напишем так. Что у нас тогда происходит для заряженной плоскости? Пускай у меня есть бесконечно огромная плоскость, по которой распределён заряд следующим образом. То есть равномерно весь заряд. В качестве поверхности выберем цилиндр. плоскость. Попробуй. 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 посчитай. Попробуй. 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 поле Е через заданную поверхность. попробуй. 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 будут компенсироваться и тогда у нас остаётся только следующая величина. Значит Е поверхности R умножить на 2 Пи Р квадрат. Почему 2? Потому что одна где снизу входит другая сверху где выходит. Ну и тогда у нас вот эта штука должна быть равна чему? Единица на эпсилон нулевое и весь заряд. А чему у нас будет равен весь заряд? Весь заряд у нас будет равен Сигма умножить на Пи Р квадрат Но очевидно что у нас Пи Р квадрат справа слева сокращается и поле которое распространяет плоскость будет равно Сигма деленное на 2 эпсилон 0 Ну в зависимости от того знак заряда положительный или отрицательный соответственно если положительный то поле будет распространяться от поверхности если знак отрицательный то к поверхности Ну и собственно тут же третья история то что мы называем плоский конденсатор значит плоский конденсатор это две поверхности вот то есть две плоскости ну и тогда поле конденсатора плоского будет равно Е1 плюс Е2 либо будет равно нулю почему оно будет нулю нулю оно будет равно снаружи поскольку суммарный заряд будет компенсирован положительные и отрицательными плоскостями а внутри соответственно у нас будет сигма деленная на эпсилю ноль поскольку у нас складываются две одинаковых величины ну естественно если мы хотим доучесть там наличие какого-нибудь материала диэлектрика и так далее то мы просто дописываем здесь буковку и все ну вот примерно таким методом таким способом работает замечательная теорема Гаусса с помощью которой иной раз бывает проще посчитать электрическое поле от какой-то сложной структуры чем разделять сложную структуру на маленькие точечные заряды и считать электрическое поле от каждого точечного заряда входящего в какую-то распределенную структуру хотя этим способом замечательное слово конденсатор конденсатор давайте скажем так что это некоторое устройство некоторый физический объект который способен накапливать заряд ну собственно чего у каждого конденсатора есть фундаментальное свойство которое называется емкость под емкостью мы понимаем коэффициент пропорциональности между зарядом накопленным конденсатором и напряжением я прям буду подписывать чтобы не перепутать с потенциальной энергией и напряжением приложенным к нему вот любопытно что коэффициент c емкость он учитывает только две вещи он учитывает химический состав и геометрию химический состав и геометрию нашего конденсатора ну давайте посмотрим на двух примерах как это все дело выглядит значит рассмотрим так называемый плоский конденсатор как он у нас гипотетически выглядит выглядит у нас есть пластинка раз у нас есть пластинка два и некоторое пространство между пластинками которая заполнена некоторым диэлектриком в общем как мог нарисовал как видим так себе смог и так себе нарисовал но не суть из нашего из нашей скажем так предыдущей картинки предыдущей формулы мы смогли с вами найти что у нас е оказалось равно сигма деленому на епсилон епсилон нулевое то есть это то поле которое у нас есть в конденсаторе ну очевидно что если у нас е это есть минус градиент фи то значит это то же самое что минус градиент у и значит е мы с вами можем оценить как напряжение деленное на расстояние между пластинами значит напряжение будет равно е умножить на д и это значит будет у нас равно сигма т на епсилон епсилон нулевое ну теперь мы должны посчитать само ц ц у нас будет равно чему кому ц у нас будет равно весь заряд деленный на напряжение хорошо значит понятно что вместо у мы подставим вот эту штуку значит у нас остается ку на епсилен епсилен ноль разделить на сигма д откуда понятно что ку разделить на сигма будет не что иное как площадь одной пластины ну и вот мы смогли с вами вывести замечательную формулу епсилон епсилон ноль с разделить на d то есть это у нас емкость плоского конденсатора ну который представляет из себя две пластины и пространство заполненное диэлектрикой между ними как мы видим у нас s площадь пластины это геометрия d расстояние между пластинами это геометрия епсилон она дает нам химический состав то есть в зависимости от того какой диэлектрик у нас будет меняться а епсилон это просто фундаментальная константа константа размерности которую мы используем в наших формулах ну вот и получается что действительно в понятии емкости у нас ходят лишь химический состав и геометрия той конструкции которую мы рассматриваем с вами ну второй тип конденсатора который который тоже очень часто употребим это так называемый сферический конденсатор сферический центр одна из которых поменьше а вторая из которых побольше вот ну и соответственно пространство между этими сферами заполнено каким-то там диэлектриком вот и мы в общем-то хотим сделать то же самое поймать конечную формулу ну тут вывод он в принципе точно такой же как в предыдущем случае поэтому мы в принципе можем сразу записать конечный результат вот и предложить вам вывести эту формулу в качестве домашнего упражнения значит c будет равно 4 пи и и и 0 умножить на следующую конструкцию единица на радиус внутренний минус единица на радиус внешний так проверяем совпала ли размерность совпало и у нас там метры квадратные на метры и здесь тогда нужно еще поставить минус первую степень да да вот теперь это формула верно но опять же чем хороши конденсаторы то есть раз они могут на себе копить какой-то заряд то очевидно что заряд является переносчиком взаимодействия а значит у нас фактически конденсаторы это такие штуки которые позволяют собирать на себе определенную электрическую энергию давайте посмотрим как это происходит итак посмотрим как ведет себя энергия электрического поля в конденсаторе вообще вот интересно да мы постоянно говорим слово поле 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 чего вообще такое поле на самом деле очень хороший вопрос с точки зрения физики что вроде как можно даже в духе книжек которые писались лет 50 назад говорить что вот согласно Энгельсу материя существует в двух формах форме вещества и форме поля ну то есть когда мы говорим с вами слово поле мы подразумеваем нечто такое что мы не можем воспринимать напрямую ну то есть вещество я могу засунуть палец я буду чувствовать что у меня палец там в каком-то веществе находится а вот с полем все хуже то есть поле мы можем понять что оно существует что оно есть в природе что оно обладает энергией все такое прочее но как его вообще говоря поймать это большой хороший вопрос то есть как правило мы воспринимаем поле какими-то опосредованными способами и так значит воспользуемся теоремой об элементарной работе ну давайте чтобы не путаться я потенциальную энергию перестану пока временно обозначать буквой у раз уж у нас буквой у обозначается напряжение и буду просто писать е потенциальной тогда у нас это есть минус деку ну и умножить соответственно на разность каких-то двух потенциалов ну там фи раз минус фи два я буду считать что у меня тогда записано деку фи два минус фи один а как мы понимаем разность потенциалов это и есть не что иное как напряжение электрическое напряжение как мы его с вами до этого вводили ничего себе мы помним что напряжение есть не что иное как q деленное на емкость значит под знак дифференциала у нас попадает q квадрат на 2 c либо либо как мы понимаем можем играться с этой формулой иначе это у нас будет например c у квадрат пополам и так далее и тому подобное ну и собственно тогда у нас возникает идея о том что у нас потенциальная энергия электрического поля ну то есть та работа которую мы совершаем там она равна минус знак значит бла-бла-бла q квадрат на 2 c либо же c у квадрат пополам ну пускай у меня вот у большое это будет потенциальная энергия у маленькой это будет напряжение вот мы можем еще немножко побаловаться этой формулой в следующем виде значит мы с вами понимаем что у нас у которое напряжение это есть е умножить на d а c ну возьмем например для плоского конденсатора это будет у нас е е0 s на d тогда потенциальная энергия скажем плоского конденсатора у нас будет равна c плоского конденсатора у в квадрате пополам подставляем что у нас с вами тут попалось е е0 s значит вниз уходит 2d и вместо у у нас получается d квадрат е квадрат сократим на d и тогда видим что s умножить на d есть не что иное как объем пространства в нашем конденсаторе значит мы можем ввести физическую величину объемную плотность электрической энергии которая будет вести себя вот таким образом замечу что как только мы ввели объемную плотность мы уходим с вами от геометрии образца и говорим только о химическом составе вещества в котором это соотношение происходит ну и собственно чтобы наверное подвести к некоторому логическому концу разговор о конденсаторах давайте мы с вами еще разберемся с правилами подключения конденсатора ну собственно варианта у нас два я могу конденсатора подключить последовательно а могу конденсатора подключить параллельно ну то есть это у меня С1 это С2 это С1 это С2 и так если у меня конденсаторы подключены последовательно что тогда у меня получается значит у меня полное напряжение будет складываться из У1 плюс У2 иными словами так как везде одинаковый заряд то Ку деленный на С будет равен Ку деленный на С1 плюс Ку деленный на С2 и того для последовательно подключенных конденсаторов будет работать вот такая формула в случае если у меня конденсаторы подключены параллельно то у меня работает другое соотношение что суммарный заряд равен заряд 1 плюс заряд 2 а это говорит о чем нам что у нас У будет одинаковый ну и сократив это выражение на напряжение мы получаем что при параллельном соединении емкость конденсаторов просто напросто суммируется я напомню что в школе изучаются подобные соотношения для подключенных резисторов то есть сопротивлений и там правила действуют ровно наоборот предпоспорта как параллельно кто 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 он